Привет! Как дела? Сегодня я расскажу о моём старшем, единственном брате, которого звали Стас, кем он был и как он попал в Лондон. Начну с того, что он родился в 1979 году в городе Харьков. На тот момент это был СССР, сейчас это Украина. В Харькове мои родители учились в одном институте и там же познакомились, поженились, и родился Стас. А потом по распределению они уже отправились в город Тольятти, где два с половиной года спустя родилась уже я. Мы вместе окончили школу, он поступил в политехнический институт на инженерный факультет. Окончив институт с красным дипломом и получив на военной кафедре звание офицер запаса, он поехал в Москву попробовать поработать инженером-строителем. Полгода провел там в котловане, строили какой-то дом. И он как-то разочаровался в своей профессии и сказал, ну и что мне теперь всю жизнь так в котловане и провести? И спросил у мамы, не будет ли она против, если он поедет попутешествовать. Как вы все знаете, в Англии тоже есть такой гапье, он называется, то есть год, который выпускники университетов берут для того, чтобы понять, куда им двигаться дальше, попутешествовать и посмотреть жизнь. И вот он решил так вот тоже попутешествовать. Он очень любил экстрим и часто путешествовал автостопом. Как в Москву он ездил автостопом, но говорит по России, это движение очень плохо работает, так и в Европу. В Европе ему везло больше, он часто садился в грузовики, в обычные автомобили. Иногда водители его даже кормили и предлагали ночлег у себя дома. В общем, ему понравилось путешествовать по Европе. И он остался на две недели жить в Голландии, где устроился в магазин по ремонту велосипедов. Ну, я уже рассказывала, что Голландия – это велосипедная столица мира. И там у него было очень много заказов, он их чинил, тем самым заработал какую-то денюжку. Приехал домой, и мы купили холодильник. На следующий год летом он также запланировал поездку в Голландию и уже остался там на месяц. Тоже что-то подработал и решил поискать другие страны, где бы он мог проявить себя в качестве инженера. На тот момент, да и сейчас тоже, в Англии очень требовались хорошие специалисты в области инженерии, строительства и архитектуры. И так как у него был диплом инженера-архитектора, он решил поехать туда, попытать счастье. Очень мало людей в Англии, которые разбираются в геодезии и могут бегать с нивелиром. Так он говорил нам. Но для того, чтобы хоть как-то там устроиться, зацепиться, ему нужно было сначала выучить язык. И он решил оплатить курсы, получить визу. И поехал туда изучать язык, получив визу на целый год. Естественно, там он также подрабатывал. По-моему, тоже в веломагазине работал. А по утрам говорил, что ходил мыть полы в 6 часов утра в универмаг Уэйтроуз, по-моему. И английский язык, он, конечно же, учил не так, как я. Он семимильными шагами шел к своей цели. И за год он очень сильно поднял уровень своего английского. И так как его не брали с русским дипломом ни на такую работу, он поступил в университет Гринвича на факультет Project Management. Тем самым он хотел подтвердить свой российский диплом, что у него и получилось. Он получил степень магистра и стал искать работы. Поначалу он выезжал за Лондон, строил какие-то автомагистрали. Даже в Саут-Гентон его посылали. Туда мама к нему в первый раз, когда поехала в Лондон, приехала, и они там вместе жили около недели. Он строил подземный туннель в восточном Лондоне, который ведет от Гринвича к финансовому району Кеннери-Ворф. Ну и так, какие-то мелкие проекты по Лондону. Потом, так как у него уже появился некий опыт, он нашел агента. В Англии принято искать работу через агента. Его пригласили в достаточно известную компанию, под названием Сканска, где он начал строить очень серьезные проекты, такие как мост Blackfriars, на котором на данный момент существует железнодорожная станция, из которого мы отправляемся всегда в Брайтон. И потом, в преддверии Олимпиады, он был просто счастлив, что получил работу на таком проекте, как Олимпийский стадион. Ну и, по-моему, он еще велотрек олимпийский строил. Ну как строил? Он не был строителем, он был инженером, прорабом. То есть он проектировал какие-то куски работы, приезжал и контролировал работников. Кстати, он очень возмущался тому, что работники, если их не проверяешь, не контролируешь, вообще не работают. И постоянно приходилось в течение дня находиться там, чтобы наблюдать за ними. Ну а также строительные компании, очень серьезные, я уже говорила, относятся к технике безопасности. И для этого ему приходилось практически ежемесячно повышать свою квалификацию, чтобы получать лицензию и быть ответственным на площадке за технику безопасности вот этих вот строителей. В общем, да, серьезная такая тяжелая работа была. Проработав год в такой серьезной компании, он не получил вообще никакого продвижения, но только немножечко в конце года ему подняли зарплату. И так как он повышал свои квалификации, пытался куда-то вписаться, в какие-то членские клубы пытался пристроиться, чтобы там общаться со своими коллегами и начальством, пытался заниматься теннисом и гольфом, чтобы как-то налаживать связи. Вот этот вот английский знаменитый нетворкинг, он прошел через все этапы, но так и не получил никакого продвижения, потому что в Англии продвигают тех, которые уже очень давно работают в этой компании. А если ты пришел в компанию только год-два назад, то даже можешь не мечтать ни о каком продвижении. Вот так вот он нам жаловался. Ну и, конечно же, в связи с тем, что у него появились олимпийские объекты, он ходил с гордостью, показывал и рассказывал нам, какие объекты он строил и за что он переживает. Допустим, была какая-то конструкция, где он сказал, через три года тут пойдут трещины, потому что по технике неправильно сделали. Он на тот момент, конечно же, не знал, что эту конструкцию после Олимпиады просто-напросто снесут. Он переживал, что эта конструкция не простоит долгие лета. Но в обширные планы его, конечно же, не посвящали. И то, что там полстадиона снесут после Олимпиады, он тоже об этом не знал и тоже переживал, что конструкции рано или поздно рухнут. Вообще, он был из тех людей, которые хотели принести какую-то пользу человечеству. Он мечтал всегда и грезил быть или космонавтом, или летчиком-испытателем, или еще кем-то таким, который что-либо открыл для человечества и принес какую-то пользу. Ну, хотя бы думал в стройке как-то увековечить память о себе. Но, к сожалению, у него это не получилось, и он очень сильно переживал. Он часто ставил себе некие чалленджи. Я, в принципе, тоже люблю это делать, но я это делаю немножечко по-другому. А он, допустим, в день рождения пару-тройку раз бегал из центра Лондона в Оксфорд и в Кембридж. Расстояние между Лондоном и этими городами составляет примерно 90 километров. И он говорил, что вот я хочу прямо за один день всю эту дистанцию пробежать. И он бежал. Рано утром стартовал с Трафальгарской площади и уже к вечеру добегал до Оксфорда и потом Кембриджа. Стирал ноги в кровь. На полпути уже полностью иссякли все силы, но потом какое-то время он просто шел пешком и открывалось второе дыхание, и он снова продолжал бежать. Он также мечтал бежать в марафоны, помогать людям хоть как-то собирать деньги на какие-то их нужды. Ну, я уже рассказывала, что марафоны в Англии и в других странах бегают для чарити, для того, чтобы собрать деньги на благотворительные нужды. Если кто не помнит, смотрите в этом ролике. И вот так вот он ставил себе некие цели, некие задачи и постепенно шел к ним. Так, спустя несколько лет после того, как он устроился на работу, он уже накопил первоначальный взнос и в декабре 2010 года купил дом в ипотеку, а в январе 2011 я уже приехала к нему жить. И там помогала ему с ремонтом, тоже уже рассказывала, вот в этом ролике можете посмотреть. И в принципе все было нормально до того момента, пока не прошла Олимпиада, и две трети сотрудников фирмы Сканска не сократили, и он также попал под сокращение. В тот момент ему бы обзавестись семьей и детьми, но не получилось найти подходящего человека, а жить абы с кем, в принципе, как и все в нашей семье, он не хотел. И Стас, которого, кстати, англичане называли Стэн, от полного имени Станислав, сокращенное Стэн, но нет у них имени Стас. И вот Стас немного скис, работая в крупной компании, ему было, конечно же, интересно совершать такие грандиозные проекты, а уходить опять в какие-то мелкие организации, ему было, конечно, неинтересно. И он решил перейти на фрилансерскую работу, на какие-то проекты, которые ему искали агенты. И так вот он работал один, два, три месяца на разные компании, в проектах, которые ему были интересны. Например, я уже рассказывала про музей дизайна в Кенсингтоне, который он строил, когда я уже жила тоже в Кенсингтоне, и ходила с ним, часто встречалась, обедали и гуляли мы вместе в голландском парке. Конечно же, за фрилансерскую работу он получал уже в разы больше, да и вообще у него уже был вид на жительство, и шансов получить хорошую работу с видом на жительство намного больше, чем просто иммигрант на рабочей визе. Но общаясь со своими одноклассниками из России, которые на тот момент уже были чуть ли не директорами в своих строительных компаниях, он, конечно, разочаровался в том, что у него не получается никакого продвижения по карьерной лестнице, путешествовать ему уже не так было интересно, не мог найти никаких нормальных интересов. В отличие от меня, он, конечно, разочаровался в Англии, а я, наоборот, нашла себя в Лондоне в качестве репортера, и до сих пор живу мечтами переехать туда на постоянное место жительства. Но посмотрим, как оно сложится. Мы с мамой его всячески поддерживали, предлагали переехать обратно в Россию и начать всё заново и стремительно подняться вверх. Но он как-то уже совсем разочаровался, ни дом, ни ему стал неинтересен, ни путешествия. Но, тем не менее, он продолжал строить какие-то объекты в качестве фрилансера, пытался делать свой бизнес и часто ходил гулять. Он очень любил природу, в принципе, как и вся наша семья. И ходил гулять как и в Олимпийский парк, так и по каналам, которые идут вдоль Олимпийского парка. Кормил там уточек, лебедей и нас с мамой туда таскал. Мы очень часто там гуляли вместе. И так получилось, что именно там он и погиб. В 2016 году произошёл несчастный случай, он утонул. По каким именно причинам, так и осталось неясным. Очень тяжело вспоминать весь этот 2016 год, когда его не стало. Я была очень растеряна, я не знала, что мне делать, куда идти, кого спрашивать о помощи и какие конкретно нужно предпринимать шаги. Обо всём, что тогда случилось, я буду скоро рассказывать. Только для того, что, возможно, кому-то когда-то, не дай бог, весь этот алгоритм действий понадобится. И я буду очень рада, если кому-то помогу, рассказав об этой ситуации. Пока на этом всё. Не прощаюсь с вами. До новых встреч. До новых встреч.